Одним из вопросов, который осматривался на заседании общественного совета, было предложение о возведении в Уварово мемориального комплекса ветеранам боевых действий. С данной инициативой главе города обратились члены общественной организации «Ветеран Афганистана локальных войн». На совете был представлен проект, рассмотрен на вопрос финансирования, благоустройства территории, установки художественных объектов. В результате обсуждения предложение было поддержано всеми присутствующими. Владислав Денисов по этому поводу высказал свою точку зрения. В первую очередь это направлено не только на воспитание патриотизма, но и на сохранение мира нашего существования, чтобы люди понимали и учились на тех ошибках, которые мы допускаем. Либо не допускали вообще тех моментов, которые у нас возникали, особенно в локальной войне, когда гибнут наши ребята, гибнет гражданское население. И еще один пункт повестки дня – реализация на территории города проекта «Народная инициатива». На эти цели из регионального бюджета муниципальным образованием в 2016 году выделено 180 миллионов рублей. Ранее распределение средств происходило равными долями. На этот раз губернатор принял решение обращать внимание на количество жителей населенного пункта и характер обращений. В том числе сайт «Прямая линия с Александром Никитиным» поможет поддержать наиболее важные инициативы граждан. На суд членов общественного совета было вынесено множество предложений, в их числе покупка сцены, устройство велотрека, благоустройство сквера у дома номер один, третьего микрорайона, завершение работ в скере революции и у пруда и другие. Для формирования опросного листа выбрали три наиболее значимых направления, учитывая при этом, что выделенные средства составляют 4 миллиона рублей. Когда мы разрабатывали эти проекты, мы ставили задачу более эффективных технических средств, которые мы на сегодняшний момент имеем, более эффективных использований, для того, чтобы этим могли воспользоваться максимальное количество населения жителей города Уварова. Чтобы это не только дало возможность использовать их, но и сделало город более привлекательным, более комфортным, более уютным. Единогласно была одобрена идея асфальтирования площади перед Дворцом культуры Дружба. Мы, откровенно говоря, надеемся на возможность привлечения дополнительных средств на реализацию вот этого большого проекта, самого, повторюсь, воспребованного в прошлом году. Мы будем надеяться на завершение работы по благоустройству площади, это вот это между основной площадью и ДК, да, плиткой выложить. Ну и надеемся, что когда-то все-таки программа по реконструкции нашего ДК, его капитального ремонта, она тоже будет иметь место. Было отмечено, что в июле в Дружбе открывается 3D-кинотеатр, и со временем это место может превратиться в один из культурных и досуговых центров нашего города. Напомним, что для притворения в жизнь проекта необходимо набрать голоса горожан, которых должно быть не менее 15%. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, Александр Трегубов. НашГород.